...работе в Судане и самой этой замечательной стране. Презентацию все видят, да? Она на экране. Да, у нас вот видно, есть какие-то проблемы, пожалуйста, пишите в чат. Да, хорошо. Насколько я понимаю, со слов Кира Владимировна, аудитория достаточно широкая. Присутствуют не только люди, интересующиеся странами Ближнего Востока, но и специалисты по исламу, и археологи, поэтому я стараюсь достаточно широко рассказывать про Судан, про свою работу, чтобы максимально широко рассказать и о самом Судане, в котором я впервые оказался в 2008 году. И, конечно, с той далекой поры страна кардинально изменилась. Насколько вы наверняка знаете, совсем недавно в Судане произошли серьезные политические изменения. был отстранен от власти президент страны Амар Аль-Башир, который находился в должности президента в течение 30 лет, вот ровно через 30 лет после военного переворота 1989 года, в результате которого он пришел к власти на волне исламской риторики и с таким довольно страстным желанием сделать Судан центром исламского движения. Так вот, за эти 30 лет он довел, конечно, страну, ну вот если вещи называть своими именами, то он довел страну до полной ручки. И связано это с рядом его политических авантюр, о которых, я думаю, что будем упоминать и сегодня. И вот, значит, в апреле 2019 года происходит, ну, по сути, тоже военный переворот, в результате которого он отстраняется от власти. Ему предшествовало практически с декабря 2018 года. В стране не прекращались народные выступления. Вот у нас в декабре 2018 года мы улетели из Хартума и чуть ли не на следующий день начались массовые волнения, связанные с тем, что правительство повысило цены на хлеб. Насколько я помню, лепешка стоила 1 фунт суданский, а с 19-го, 20-го декабря он стал стоить 3 фунта. И это было последней каплей терпения сударского народа. И вот эти народные волнения, в конце концов, привели к свержению Амара-эль-Башира. В стране сформировалась переходная власть, сейчас там называется Суверенный Совет, который будет управлять страной в течение 48 месяцев, по истечению которых предстоит принять новую конституцию и избрать президента. Сейчас главная задача, но она, к счастью, уже выполнена, которая стояла перед революционным правительством, заключалась в том, чтобы снять со стороны санкции, исключить его из списка стран пособников терроризма. Куда Судан попал в 1998 году после двойного теракта у посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве и Танзании. И после этого было проведено тщательное расследование, было установлено, что нити вот этого теракта, двойного теракта тянутся в Судан, где на тот момент находился небезызвестный усамон Бен Ладен с 1992 года. На территории Судана располагались боевые лагеря Аль-Каиды. И вот после этих событий Судан попадает в список стран пособников терроризма. Всякая инвестиционная банковская связь с Суданом прекращается. В Судане до сих пор существует внутренняя только банковская система. То есть если вы приезжаете в Судан, вы должны четко рассчитать, сколько вам нужно денег, потому что там снять деньги будет невозможно. Банки есть, стоят банкоматы, но с них вы можете только снять деньги, если вы являетесь суданским гражданином, а ставить туда свою карту визы и получить деньги, это, к сожалению, невозможно. Но надеемся, что в самое ближайшее время все изменится, потому что первым, чем начали заниматься пришедшие к власти военные и гражданские лидеры, оппозиционеры, это настоятельно требовать, чтобы их убрали из этого списка. И Соединенные Штаты Америки предъявили следующее требование. Нужно было установить дипломатические отношения с Израилем. И здесь Судан переступил через себя и установил дипотношения с государством Израиль, признав его таким образом. И второе, нужно было выплатить 330 миллионов долларов жертвам тех самых терактов 1998 года. Это тоже, несмотря на то, что это огромнейшие деньги для Судана, эта сумма была собрана и выплачена Соединенные Штаты Америки. В декабре Судан был исключен из этого скорбного списка. И теперь, судя по инсайдерской информации, которой я владею, сейчас Судан прям выстроилась очередь из представителей крупного европейского, американского и, говорят даже, и российского бизнеса, которые стремятся не опоздать к разделу пирога. А в Судане есть что делить. Это и большие перспективы в плане сельского хозяйства, добычи, разработки сельских недр, строительства железных дорог. И все это связано одновременно с реструктуризацией внешнего долга, который составляет 60 миллиардов долларов. Основные страны, которым задолжал Судан, это США, Франция, вернее, Франция, Германия, Великобритания, США и Россия. За поставку военной техники еще в советские времена, поэтому у российского бизнеса тоже есть свои большие, значительные интересы в Судане. Надеюсь, что они постараются их реализовать. И вторая приятная новость связана с тем, что Россия собирается строить военно-морскую базу на берегу Красного моря. Это пока не совсем полноценная военно-морская база. Это пункт материально-технического обслуживания кораблей ВМФ, в том числе и подводного флота с атомным оружием, который сможет заходить на это. Пункт материально-технического обеспечения. Вообще, эта идея родилась в 1917 году, когда Амар Айбашир приехал в Москву и на встрече с нашим президентом выдвинул вот эту идею, снабдив ее изрядным количеством антиамериканской риторики, говоря о том, что русские должны обязательно сделать свою базу для того, чтобы поставить конец поползновениям Америки на суверенитет США. И тогда вроде бы все это наше руководство пропустило днем ушей, но оказывается, что нет. Тогда же и началась разработка этой идеи. И в декабре прошлого года Дума одобрила создание этой базы. И, может быть, кто-то из вас видел такие бравурные репортажи «Вестей-24». Корреспондент Стас Натанзон ездил в Судан, бродил по пустынному побережью Красного моря, говорил, что вот здесь в ближайшее время возникнут пункты материально-технического обслуживания российского флота. Но на самом деле Министерство обороны предпочитает какой-нибудь более благоустроенный участок Красного моря. Но, по крайней мере, принципиальные какие-то уже позиции сформулированы. И базу этому будем делать, что, конечно, очень, опять-таки, приятно, в частности, мне как... Ну, это создает некую уверенность, потому что Россия не уйдет из Судана, и влияние присутствия России в области бизнеса и в области военно-технического сотрудничества будет только развиваться. Вот. Это все не абстрактные для меня темы, потому что политическое и экономическое положение Судана напрямую связано с тем, поеду я в Судан или нет. Например, в феврале этого года экспедицию пришлось отменить из-за того, что хронические проблемы, оставшиеся уже хронические проблемы Судана с горючей и смазочными материалами, она поставила конец на моих планах поехать в четвертый уже сезон пылевых исследований в Драхи. Вот. Поэтому еще раз повторюсь, очень надеюсь на то, что экономика Судана выйдет из этого затяжного кризиса и начнется какой-то полномерный поступательный процесс экономического развития в стране. Теперь, собственно, о тех местах, куда мы трижды уже с моими коллегами ездили и надеемся еще ездить многие-многие десятилетия, потому что памятник интереснейший, сложнейший и достоин того, чтобы его долгие-долгие годы и не одно поколение российских археологов, антропологов и этнографов изучили. Вы на своих экранах видите... Олег, я прошу прощения, можно ли нам полноэкранный режим, чтобы получше было видно? Хорошо. Так, да? Да, отлично. Значит, речь у нас пойдет о памятнике, который называется Драхей. Это топоним, который связан с языком проживающих здесь, значит, Бэджа. На их языке Табидау. Это означает просто строение. Находится памятник, как вы видите, недалеко от вот этой черной черты, которую можно было бы назвать государственной границей между Египтом и Суданом, но тогда мы оскормируем национальные суверенные чувства либо египтян, либо, вернее, суданцев. Потому что пятью километрами выше 22-й параллели находится Халайбский треугольник, который является спорной территорией между Египтом и Суданом. Проблема эта восходит к концу 19 века, когда доблестная британская армия разгромила государство Махдия, существовавшему в течение 15 лет на территории Судана. И Судан был включен в состав одновременно Британской империи и Египта. Система управления называлась кондоминиумом, то есть двойное управление. Ну, факты, конечно же, это была подвластная Британии территория, которую Египет, Суда, Великобритания использовала для производства хлопка. Вот, и в 1898 году, после того, как была разгромлена армия Махдии, значит, была проведена граница между Египтом и Суданом, как-то любят британцы, они провели ее по линейке, а по 22-й параллели. И прогласили ее границу между двумя государствами. Но потом возникла идея еще провести административную границу. Дело в том, что племена бешарин, которые обитают на территории Халаевского треугольника, их основная территория обитания – это красноморские вот эти вот просторы на территории Судана. И проще администрировать эту территорию было и с хардумом. Поэтому вот этот треугольник выделили и подчинили ему генерал-губернатору английскому в хардуме. В 1956 году Судан решил отсоединиться от Египта. Вопрос решена независимость. Но никто о судьбе Халаевского треугольника не стал тогда беспокоиться. Ну, пустыни и пустыни. В 1995 году разразился вот этот Халаевский кризис, связанный с желанием Судана, которого, в отличие от Египта, которой мы построили Асуанскую плотину, каждый год где-то в июле начинала заливать водами Нила, начинался разлив, и Нил выходил из берегов, смывая целые деревни. И Судан принимает решение о необходимости строительства дамв и плотин на Ниле. И, как вы знаете, для Египта это очень чувствительная тема. Сейчас очередной виток кризиса, связанный со строительством плотин возрождения в Эфиопии, которую египтяне также воспринимают как угрозу своему суверенитету. И также они восприняли и желание Судана, вполне, надо сказать, законное, построить плотину на Белом Ниле, на своей территории. И тогда дело чуть не дошло до войны. И это крайне испортило, к счастью, оно не состоялось, но это крайне испортило отношения между государствами. И именно тогда египетские войска вытеснили суданцев с территории Халаевского треугольника. Там были даже погибшие с суданской стороны. И теперь Де-Юра, это де-факто, это территория, которую управляют египтяне. Там местное население имеют египетские ID. Судан к этому крайне агрессивно относится, считая Халаевский треугольник, треугольник своей законной территории. Вообще здесь иногда прослеживаются очень такие яркие параллели с конфликтом в отношении Крыма, между Россией и Украиной в отношении Крыма. Сейчас Египет и Судан дружат против Эфиопии, поэтому тема Халаевского треугольника не поднимается. Но как только возникают какие-то обострения, сразу же суданская пропаганда начинает говорить о том, что Халаевский треугольник, суверенная территория Судана, и Египет обязан ее вернуть. К счастью, сейчас отношения между государствами переживают подъем, что для меня, опять-таки, крайне приятно, потому что территория памятника находится, еще раз повторю, в пяти километрах у 22-й параллели, и обострение отношений может привести к тому, что миссию могут закрыть. В 2017 году, когда мы впервые оказались на памятнике Дарахипа, там стоял пограничный пункт суданцев, и они нам постоянно рассказывали о том, что египетские рейнджеры совершают постоянные рейды вглубь суданской территории, нам нужно быть обязательно постоянно готовыми к нештатным ситуациям, и так далее, и тому подобное. Но надеюсь, что добрососедские отношения между двумя государствами не прекратятся, и они как-то решат проблему халапиского треугольника, может быть, начнут вместе его осваивать. В общем, есть что осваивать. Другой важный топоним, о котором мы сегодня будем постоянно упоминать, это Вади Аля-Аллаки. Вади – это пересохшее русло реки. Почему она и когда пересохла, я еще сегодня поподробнее расскажу. Вади берет, Вади Аля-Аллаки, крупнейшие вади в Нубийской, да и вообще восточной пустыне, берет свое начало в Красноморских горах, вот здесь вот как раз в районе Дарахиба, и впадает в Нил, значит, в 100 километрах от Асуана. Когда-то здесь была очень крупная крепость во времена Среднего и Нового царства, потом поселение, Кубан. И здесь как раз работала советская археологическая, Нубийская археологическая экспедиция Академии наук Советского Союза в 1961-1963 году, о которой я тоже в двух словах еще расскажу. Вот. Вади Аля-Аллаки был таким в разные периоды, конечно, но, например, в эпоху Средневековья был такой Ленинский проспект, по которому взад и вперед двигались караваны верблюдов, перевозившие перевозившие товары, доставлявшиеся по Красному морю в Красноморский порт Айзе. В основном это были пряности из стран Юг Восточной Азии и Индии, потом благовония из Аравии, африканские товары и товары из Китая, шелк и керамика. В Айзебе они перекладывались на... Мы сейчас говорим о 9-14 веках, когда Айзеб был крупнейшим главным портом на Красном море. Здесь они перекладывались на верблюдов и за 14 дней по одному из обозначенных здесь путей эти караваны достигали Нила и потом уже вниз по течению сплавлялись до портов Александрия или складировались в Фусхате Аль-Кахере. И один из этих путей проходил как раз через Драхи. По тем же путям двигались и паломники, направлявшиеся в Хадж, особенно в период 12 века, когда в результате крестовых походов традиционный путь паломников, мусульман из Испании, Испании, стран Магриба, Мали, Египта, он стал небезопасным и поэтому они предпочитали подниматься вверх по Нилу до Кены, Куса, Эдфу, Асуаны и затем пересекать пустыню до Айзба, там грузиться на плоскодонные такие лодки Дова, называющиеся, с косым латинским парусом, которых за два дня доставляли в Джидду, а там через сутки они уже были в Мекке, ну и таким же путем назад. То есть лубийская восточная пустыня вот в этот период времени были необыкновенно популярны и пустыню провязали многочисленные торговые караванные пути и путь этот был сравнительно безопасным. Вот это мне очень хотелось вам показать карту она лет 20 наверное я ее в 2008 году первый раз видел в Хартунском национальном музее она пережила мне кажется все геополитические изменения подвижки в истории Судана и раздел Судана в 2011 году и проблему с Халаевским треугольником я почему ее решил показать потому что это археологическая карта и здесь обозначен памятник Драхееву но обозначен он как вы понимаете совершенно не в том месте где должен находиться связано это с тем что из-за удаленности памятника видите находится на самом северной окраине страны а его существование в национальной корпорации по древностям и музеям так называется суданская служба древности мало вообще кто знал в семнадцатом году нам в общем пришлось объяснять где это и никто нам не мог посоветовать объяснить что с собой брать какая там ситуация опасна или не опасна вот и поэтому в семнадцатом году это конечно была в какой-то степени авантюра отправляться через полстраны для исследования памятника но я считаю что эти усилия этот риск они полностью себя окупили оправдали и вот этот маршрут наш 2017 года когда состоялся первый сезон нубийская археолого-антропологической экспедиции научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ есть такой институт и музей находится он в самом центре Москвы на улице Маховая прямо напротив Александровского сада если кто позавчера смотрел выпуски новостей и видел заседание Попчетительского совета русского географического общества так вот оно проходило как раз в императорском зале он расположен между музеем антропологии и исследовательскими лабораториями института антропологии вот очень хороший музей к сожалению в силу своего положения расположения вернее напротив Кремля он закрыт для свободного посещения но если вы запишетесь позвоните то вам проведут прекрасную экскурсию и получите массу удовольствия его посещения всем рекомендую вот а в 17-м году состоялся первый сезон по асфальтовой дороге наняв два внедорожника Toyota High Luxe мы добрались до города Абу Хамады когда-то это был очень важный торговый центр потому что многие торговцы предпочитали не путешествовать по Нилу где была большая вероятность сесть на мель на одном из порогов а летом вернее зимой эти пороги они вообще частично непреодолимы из-за камней вот и проще и легче было от Абу Хамада сделать вот этот крик срезать поэтому Абу Хамад был очень важный торговый центр а сейчас это город по обеспечению золотодовольщиков о которых я сейчас буду отдельно говорить представляю собой малоприятное конечно зрелище и здесь заканчивается асфальтовое шоссе и вот доехав до Абу Хамада мы уже двигались через пустынь через Нубийскую пустыню вот в 20-м году мы сняли такое с трона сняли такой замечательный один из замечательных роликов вот так выглядит Нубийская пустыня которую рассекают уже четыре Тойоты Хайлюкса как вы видите здесь такая торная дорога по которой взад и вперед курсируют машины техника направляющаяся вглубь Нубийской пустыни для добычи золота в 2011 году как я сейчас давайте я расскажу вам про Нубийскую пустыню собственно почему она представляет огромный интерес в плане для археологов дело в том что вот этим царством камней и песка она стала лишь в пятом тысячелетии до новой эры а до этого с девятого по шестой тысячелетия до новой эры в эпоху верхнего и среднего галоцена если пользоваться геологической хронологией или мезолитой если пользоваться хронологией периодизации археологической нубийская пустыня собственно как и пустыня восточная и западная представляла собой саванну в которой выродили многочисленные многочисленные группы охотников собирателей рыболов и совершенно не собирались вести никакой оседлый образ жизни заниматься присваивающим заниматься производящим хозяйством у них и так все было очень хорошо все было рядом только руку протяни и вот практически рядом с каждым из вот таких останцов или как правильно их называть терриконов можно найти буквально за 5 минут остановившись на 5-минутную стоянку кучу мезолитической керамики подобной вот этой и горные кряжи которые обступают ваде и вот эти камни из которых состоят эти терриконы терриконы они очень часто испещрены рисунками самых разных эпох но большинство из них конечно петроглифы той самой эпохи 9-го 6-го тысячи до новой эры когда нубийская пустыня представляла собой Саван ну вот в 2017 году наш проводник завез нам вот такое вот ущелье и мы с совершенно потрясением обнаружили что все скалы покрыты вот этими мезолитическими изображениями которые представляют жизнь которая здесь кипела кипела в 9-6-ом тысячелетии и вы видите что они совершенно разновременные тут вот и коники а вот это вот раннее изображение вот такое мне очень нравится но это понятное дело римского времени может средневекового всадник на верблюде пытается за раками страуса вот и во время в ходе советской экспедиции как она называлась нубийская экспедиция академии наук советского союза в 62-63 годах это второй сезон ее работы в ваде аля-лаке экспедиция исследовала 100-километровый участок этого ваде примыкающий к Нилу было найдено большое количество петроглифов опять-таки иллюстрирующих ту богатую жизнь нубийской пустыни в период между девятым и шестым тысячелетиями до новой эры здесь мы видим и жирафов и слонов пустыни нубийская сейчас особенно определенными участками достаточно плотно заселена и связано это с политическими событиями в истории современного Судана 2011 год распад страны который стал результатом многочисленных кровавых войн между севером и югом и это опять-таки результат конечно бездарного правления Амара-эль-Башира который стоил стране миллионов жизней в 2011 году проводится плебисцит в Южном Судане и там с 97-98% населения Южного Судана голосует за отделение от Судана и вместе с Судан прекращает быть самой крупной африканской страной и в Южном Судане остаются нефтяные поля основные нефтяные поля труба идет через Северный Судан но труба это пуста потому что добывать нефть в Южном Судане никто до сих пор не хочет не может они там решают свои внутренние проблемы вот и сразу же в отсутствие нефтедолларов начинает инфляция социальная напряженность и правительство для того чтобы ее отчасти хотя бы снизить бросать такую кость народу говоря о том что у нас есть Нибийская пустыня в которой золото как грязь идите туда и обогащайтесь и многие суданцы восприняли всерьез это этот клич и по разным данным в 2013 2013 2014 в Нибийской пустыне работало до 2,5 миллионов суданцев стремящихся найти там свой кусок золота и постепенно в Нибийской пустыне возникает целая инфраструктура по обеспечению вот этих старателей всем необходимым ну и когда ты едешь очень часто по дороге можно встретить вот такие кафетерии где можно остановиться переночевать поесть помолиться вот эту вот мечеть и отправиться дальше в путь мы всегда с огромным удовольствием останавливаемся потому что это всегда живописно ну и плюс это возможность размять ноги относительно безопасно поесть чего-то горячего и опять поехать на желанные дарахи вот такие машины припарковываются парковаться очень часто рядом с этими кафетериями это машины который куда-то на приезд ведет суданцев а вот во что эти золотодобычки превращают цветущие ваде значит в двух словах откуда там золото действительно ваде аль-алаки это чрезвычайно насыщенный золотом район большой золотоносности золото здесь встречается в кварцевых жилах которыми пронизаны вот эти вот горы и один из способов добычи золота это просто выдалбливание этих кварцевых жил этим занимались египтяне начиная с эпохи среднего царства в эпохи нового царства это такой прям всплеск золотой лихорадки тогда эта территория получает название значит страна ламат в которой изобильна золотом здесь за один лишь год правления тут на 103 было добыто около 300 килограмм золота ну сейчас по сравнению с 90 тоннами которые добывают в год Судан это конечно ничто но для древнего мира это конечно огромная огромная цифра вот и продолжается это Тельнеевский период об этом я также немного скажу подробнее и следующий приступ золотой лихорадки это уже средневековье 9-11 века в Адиалаке устремляется со всего халифата золотоискатели и Драхейб был как раз столицей вот этого золотоносного региона и второй способ то есть золото можно добывать путем значит долбливание вот этих кварцевых жил потом перемалывание порошок кварца и его промывки тяжелые золотые чешуйки они остаются на промывочном столе и второй способ это добыча алювиального золота собственно вот это порода которая погрузчик собирается тащить на просеивание это значит алюви перемешанные с разрушенной горной породой в частности теми самыми кварцевыми жилами тем самым золотом и если промывать вот это просеивать и промывать вот эту породу то тоже можно добывать золото а можно найти и самородки вот например в тринадцатом году был найден самородок весом 17 килограмм что конечно услужило стало причиной очередного всплеска походов значит всплеском миграции в нубийскую пустыню жителей Судана вот потом вот эту породу вот эти доблестные ребята проходят металлоискателями если вы посмотрите на внешний вид этих парней то вы скажете мне что они совсем даже не суданцы на самом деле они граждане Судана а вообще происходят они это ребята из племени Рошаида они в середине 19 века переселились из Аравии ну видите сохранили свой антропологический облик вот а вот что оставляют после себя золотоискатели это горы мусора перепаханные значит долины выкорченные деревья потому что им нужно отапливать себя вот и по дороге в Дарахейб очень часто можно встретить вот такие вот караваны машин которые перевозят кунжут или сезам столь любимые египтянами в основном то что продаются в Египте это все из Судана египтяне очень любят посыпать все свои мощные изделия кунжутом и производят из него любимую тахину вот все это производится из кунжута который выращивается в основном в Судане дорога длится по-разному от двух до трех дней а в восемнадцатом году мои коллеги умудрились за пять дней доехать но это связано было с комплексом проблемы и были бестолковые водители и проводник который не знал пустыню вот но все эти тяготы компенсируются вот этим прекрасным совершенно звездным небом и ночевкой в пустыне в пустыне и на вторые сутки движения по пустыне пейзаж начинает меняться потому что вы начинаете забираться в Красноморские горы где выпадает большее количество осадков вернее они там просто выпадают потому что в той части где вы заезжаете в пустыню там осадки не выпадают вовсе годами и поэтому здесь как вы видите влаги побольше и зелени существенно больше растет большое количество акаций и через двое суток иншаллах если вам повезет то вы оказываетесь в устоках в воде аль-аллаке на памятнике Дарахи вот так он выглядит с дрона как вы видите множество акаций было их значительно больше но их периодически корчуют беджи у которых есть такой бизнес они выкорчевывают акации и потом их перерабатывают на уголь на древесный уголь и продают в порт Судане это у них такой бизнес которым занимается непосредственно вот беджи вот но и несмотря даже на это все равно здесь зелено просто зелено по сравнению с основной частью нубийской пустыни вот так выглядит наш лагерь вот здесь мы под этой нашей излюбленной акацией до недавнего времени разбивали свой лагерь но с этого года если все состоится в ноябре мы поедем в Судан то лагерь мы будем разбивать уже в совершенно плохом месте потому что вот так его разбивать посредине ваде это конечно безумие потому что мы как раз копаем в те месяца когда возможность схода сели чрезвычайно высока в Красноморских гугорах выпадают осадки и периодически периодичность это очень высока по воде Аль-Алаке вниз низвергается с огромной скоростью сель высотой около двух метров и если на его пути оказывается лагерь то конечно судьба участников экспедиции очень незавидная поэтому будем располагать теперь свой лагерь в предгорье в совершенно другом месте несмотря на то что конечно здесь очень живописно там поют птички сама акация найдет тень но это все может весьма печально закончиться поэтому вот и вот местные жители Беджа о которых я тоже сегодня буду рассказывать пока у нас палаточный лагерь но с вот этого года мы надеюсь начнем строительство стационара потому что месяц в палатке это довольно утомительно в двух словах о тех людях которые до нас изучали Дарахейб и восточную убийскую пустыню первый из них это Ленан де Бельфон который в феврале марта 32 года по просьбе Мухаммеда Али правителя Египта 1805 и 1849 годы совершил поездку в воде Аля-Аллаки потому что во время своего участия в кампании по покорению Судана в 1822 году он ходил уже побывал в этих местах и везде встречал следы древней средневековой золотодобычи и сказав об этом Мухаммеду Али у того загорелись глаза и он послал его в Нубийскую пустыню для того чтобы тот более детально исследовал на предмет добычи золота и Ленанда Бельфон с близком выполнил эту миссию и на долгую неделю задержался в Дорохейбе составил первую карту нашего памятника и значит сделал карандашные рисунки по которым были сделаны потом гравюры чем любопытные вот эти рисунки если вы запомните попытаетесь запомнить как выявят эти крепости то когда я вам покажу фотографии выяснится что за прошедшие практически 200 лет эти памятники практически нисколько не изменились другими другая экспедиция которую мы по праву считаем мне кажется по праву считаем предтечи это экспедиция академии наук советского союза под руководством Бориса Борисовича Петровского которая работала в Нубии в рамках Нубийской спасательной компании провозглашенной ЮНЕСКО в связи со строительством масонской плотины так вот экспедиция работала в 1961-1963 годах провела два сезона полностью выполнила возложенную на нее миссию это археологическое исследование 30-километрового участка по обеим странам Нила и Вадиль Алаки Вадиль Алаки экспедиции Петровского было обнаружено около 200 иероглифических надписей оставленных экспедициями отправлявшими сюда в эпоху среднего и нового царства для добычи камня но главное конечно золото куда отправлялись эти экспедиции сказать сложно потому что экспедиция Петровского исследовала лишь 100-километровый участок если эти надписи дальше сказать сложно потому что сейчас это территория Египта и Египет запрещает исследования вот при пограничной территории но у нас с коллегами сформировалась рабочая гипотика за что все эти караваны отправлялись именно к Дарахейбу потому что для функционирования тех огромных экспедиций они составляли количество участников экспедиции иногда было 2-3 тысяч человек функционировать такая экспедиция можно только при наличии воды и древесины в изобилии которые необходимы для того чтобы готовить пищу и для разного рода технологических процессов связанных с добычей и переработкой золота вот этой экспедиции советской была посвящена недавняя выставка в государственном музее востока в интернете есть много материалов если интересно можете их посмотреть далее лубийской пустыне заинтересовались итальянские исследователи любители но люди умеющие создавать исследовательские коллективы добывать деньги на их работу братья анджело и альфа кастильоны которые исследовали в эти годы в конце 80-х 90-х годах вот эту огромную территорию и особенно их внимание привлекла опять-таки Драхиев да вот этот памятинг где сейчас работает российская экспедиция они выдавили гипотезу о том что город Береника Панхрисос Береника Всезолотая который упоминается во второй книге естественной истории пления старшего является как раз вот этот город и приводили ряд доказательств которые не бесспорны и в настоящее время вот эта гипотеза она разделяется далеко не всем они считали что в эпоху правления династии Птолемиев Драхейб или Береника Парфисес как она тогда называлась был центр золотодобычи в Нубийской пустыне есть упоминание у Гефархиды Кницкого о том что в Нубийской пустыне работали тысячи рабов и военнопленных в тяжелейших условиях и вот итальянцы считали что это происходило именно здесь они как я уже сказал обладали великолепными способностями в плане привлечения инвестиций для подобных исследовательских проектов и многие в общем считают что их идея по поводу Береники Парфисес она конечно коммерческая да то есть им нужно было для того чтобы продолжать брать у спонсоров деньги всячески развивать эту идею о том что они нашли не просто город хотя это само по себе фантастическое открытие было а город который упомянут в книге пления старшего тоже некоторым образом итальянца и так далее вот благодаря этим своим способностям они собирали большие деньги самых разных компаний и использовали вот эти вот супермодные на середину 90-х годов способы археологического исследования археологической разведки здесь вы видите что они совершали облет памятника на на параплане запускали камеру на баллонах и делали совершенно потрясающие панорамные снимки чем не могли похвастаться очень многие экспедиции работающие в Европе вот теперь мы собственно переходим уже к самому памятнику вот как он видит выглядит с высоты полутора километров о гугловском снимке здесь мы видим основные его части это две крепости которых я сегодня буду рассказывать подробнее городище разделенное дороги на две части многочисленные поселения золотодобытчиков старателей вот здесь на возвышении они прекрасно знали что не стоит в отличие от нас что не стоит разбивать лагерь посередине ваня потому что можно смыть и они селились вот здесь у предгории вот здесь вы видите такой кластер хижин хижин сложенных из камня хижин старателей вот один из некрополей который мы начали в 2018 раскапывать первым объектом который в 2018 году был исследован было здание 2 надо было с чего-то начинать и мы решили с того здания которое рядом с которым проводили раскопки итальянские археологи в начале 2000 годов и вот обнаружили лестницу которая ведет скорее всего на первый этаж либо подвальное помещение сказать сложно и при просеивании заполнения вот этого помещения нам была сделана первая находка драхеевской экспедиции и как мне странно и оказалось типичные египетские амулеты в виде бога-беса характерная очень характерная для египетской религии египетской религии амулет вера в бесы была широко распространена с древнего царства до пузнего периода поэтому по типологии бесы конечно сложно датировать слои и вот эта находка она встала в ряду тех египетских условно говоря находок которые были сделаны итальянцами на этом вроде бы средневековом памятнике потому что верхние слои они условно датируются эпохой средневековья но и итальянцы и мы находим там египетские вещи вот здесь вы видите бронзовую статуэт Гарпократа бронзовая статуэт того же самого бога беса это ушепти амулет в виде птаха сокора вот это такой поздний египетский амулет в виде четырех глаз уаджет и монетка Птолемея первого к сожалению все эти вещи непонятно в каком они контексте были найдены потому что итальянские археологи не сделали научной публикации хотя публикаций много но они все скорее научно популярны а вот такое классическое научное издание результатов их работ до сих пор нет и вряд ли судя по их возрасту публикацию в виде цвет в восемнадцатом году были значит исследования некрополя хотя ожиданий особых не было вернее скажем так мы не ожидали никаких сюрпризов на этом некрополе потому что памятник средневековый и погребения как мы уверены исламского периода но так как у нас все-таки археолго-антропологическая миссия создана была в институте антропологии то не начать исследовать на некрополь было бы как-то нелогично поэтому вот в восемнадцатом году были начаты раскопки некрополя и поначалу значит наши ожидания полностью оправдались гребения были исламского периода ну вы наверное представляете себе что это означает в исламской в мусульманской могиле умерший без всякого сопровождающего инвентаря должен лежать на правом боку головой повернутой в сторону Мекки лицом повернутой в сторону Мекки ну как правило мусульманские погребения делаются в подбоях и вот мы с вами здесь видим подбой который был закрыт камнями внутри костяк без какого-либо инвентаря но судя по слепшим фрагментам ткани трупы заворачивались в сауны вот как выглядит чертеж этого погребения могила номер один но погребение которое нами было обнаружено в самом конце ну конечно как выяснилось фактически через полгода очень любопытное вот это погребение номер пять мы решили что это погребение бэджи которое вклинилось в исламский некрополь оно наверняка какое-нибудь позднее не средневековое потом когда изучал материалы связанные с культурой группы а существовала такая культура в нижней нубе в четвертом тысячелетии до новой эры была процветающая культура которая занималась процветала когда за счет посреднической торговли между африканскими странами и верхнеегипетскими политеями находившимися накануне государственного образования как показывает исследование материалов одного богатого некрополя царского как называют некрополя в нижней нубе в районе кустула приблизительно в тот же период а как считают некоторые американские исследователи брюсу исследователи брюс и и даже раньше чем в верхнем египте нижняя нубе находилась на этапе образования государства там выделились элиты правящей которые потребляли большое количество всяких экзотических товаров и вернее экзотических товаров которые были обнаружены у них в могилах вот ну по крайней мере и нижняя нубе и верхнеегипетский политеев с центром в Ираконполе на Гаде и Абедосе они находились на приблизительно одинаковой стадии и но в Египте вот этот процесс образования государства был чуть быстрее и потом уже в поздодинастический ранединастический период правители Египта решили положить конец нижней нубейской верхней сейчас нижней нубейскому вот этому государству которое называется Тассетти и в ходе нескольких разрушительных походов его уничтожили но не суть это такое лирическое отступление важно то что один из источников доходов носителей культуры группы была добыча золота собственно все то золото которое обнаруживают в раннединастических погребениях на Гаде и Раконпале это все золото которое происходит из нуби вот и давно высказывалось предположение о том что это золото скорее всего добывали в для Лаки потому что как я повторюсь уже золотоносленность именно этого региона крайне высока и но доказательств этого этому не было и вот мы находим погребение которое по ориентации погребенного по сопровождающему инвентариум по форме погребальной ямы один к одному напоминает те погребения которые были раскопаны в нижней нубе и датировались как раз временем культуры группы А но пока мы не делаем никаких скорополитных выводов необходимо съездить вот мне в Судан привезти оттуда образцы на на С-14 к счастью из Судана такие образцы можно вывозить в отличие от Египта и еще нам необходимы конечно более углубленные данные антропологических исследований и дай бог нам удастся доказать о том что одно из погребений которое было обнаружено в 2018 году на некрополе в Дерахебе относится к середине относится к 4000 тысячелетию до новой эры это конечно будет научной сенсацией биологии вот тем кто не видел как происходит работа антропологов археологической экспедиции вот наши коллеги из института антропологии Наталья Яковлевна Березина изучает антропологический материал разложенный у нее на столе в 2020 году я так из одного года в другой перескакивая называем основные этапы археологической нашей деятельности в 2020 году наконец-таки до нас доехал топограф и благодаря его усилиям нам удалось установить реперные точки с точным позиционированием и он же нам начал делать и высокоточную 3D модель местности которая нам позволит впоследствии проводить уже на основании этой модели можно будет проводить всякие реконструкции по результатам археологических исследований памятника и вот если вы обратили внимание здесь за последние несколько лет возникло озеро настоящее озеро с прекрасной артезианской водой в котором мы планируем на берегах которые мы планируем устроить пляж обнаружение этого озера оно связано с деятельностью суданской золотобывающей компании которая работает неподалеку оттуда в какой-то момент вот экскаватор долбил породу и брызнул ключ который в течение нескольких часов заполнил эту котловину ее обнаружение вот этого возникновения этого озера не только приятно с той точки зрения что можно после раскопа ходить купаться но это подтверждает нашу рабочую гипотезу о том что именно сюда в верховье воде Алялаки направлялись экспедиции в эпоху фараонов потому что здесь близко от поверхности находится вода собственно поэтому здесь так зелено вот и здесь можно рыть колодцы из которых в любом количестве добывать воду столь необходимую для промывки породы и жизнедеятельности лагеря теперь а я бы хотел спросить я не заметил сколько времени я уже говорил да Алексей я думаю где-то сколько у нас сейчас ну час уже идет лекция ну то есть интересно вы рассказываете время летит незаметно я думаю что мы с удовольствием дослушаем до конца вашу лекцию да спасибо я думаю что я минуту через 15-20 закончу ну как вам видно и теперь мы переходим к одному из важнейших объектов которые находятся на территории Драхиба это крепости и среди этих двух крепостей вот эта северная крепость она конечно совершенно уникальная по своей сохранности и значимости той исторической информации которой она несет память только благодаря тому что она находится в пустыне на таком расстоянии от цивилизации этот памятник уцелел и я прошу вас вспомнить как выглядела эта крепость на грамюре Линана для Беррифона я сравнивал практически в неизвененном виде она пережила эти 200 лет значит как вы видите название крепости условное но что касается именно северной крепости это конечно фортификационное сооружение с высокими мощными стенами с входом таким двухъярусным который расположен в башне посередине там пустота через которую можно лить на осаждавших что у вас приготовлено и в 2020 году мы постепенно начали подступать к исследованию этого сложнейшего но интереснейшего памятника в 2020 году были определенные проблемы с финансированием поэтому количество участников экспедиции было невелико и мы решили по максимуму использовать результаты незаконной деятельности грабителей или золотоискателей которые в какой-то момент собирались проникнуть в эту крепость вот ролик который показывает как выглядит этот потрясающий памятник со своим дроном и сейчас вот вы как раз увидите справа от входа такой котлован он был сделан наверное в 90-е вот этот вход замечательный и крепость сверху этот котлован был сделан в конце 90-х 2000 ну скорее в 90-е годы потому что в грабических отвалах мы нашли пачки от клеопатры вот а клеопатры это все-таки излюбленные египетские сигареты и за последние 10 лет границы на замке вряд ли египтяне с египетской территории могли сюда проникать для того чтобы исследовать тайны значит этой крепости скорее всего это произошло 10-15 лет назад так вот они вот эти вот злоумышленники подвезли сюда строительную технику и что они пытались сделать совершенно непонятно они вырыли котлован может быть они хотели вызвать обрушение стены может быть они думали что здесь находится тайный вход в крепость которая им откроет прямой доступ к сокровищницу непонятно логику этих людей забрать невозможно да и не стоит поняв всю бессмысль наткнувшись на подпорную стену они бросили это занятие видимо решили разобрать стену но стена здесь к счастью два с половиной три метра поэтому они видимо не отличались усидчивостью и достаточно быстро бросили эти и эту работу для нас они оставили котлован который мы решили расширить зачистить его края и изучить стратеграфию для того чтобы получать довольно важную информацию о том какая глубина фундамента где на какой глубине находятся подошвы крепости какие-то конструктивные особенности попытаться может быть ответить на вопрос о времени основания крепости и в общем мы я считаю с честью справились с этой задачей очень небольшими силами как вы видите мы вычистили вот этот котлован оформили его и обнаружили подпорную стену обнаружили что стены скорее всего вообще целиком вся стена была покрыта штукатуркой что вход в крепость представлял собой пандус это такой наклонный въезд в нее и вот здесь вот в слое строительного мусора связанного с постройкой крепости или возможно ее реконструкции ремонтом была найдена монетка которая после длительных манипуляций и судания в поле и особенно здесь в реставрационных мастерских Пушкинского музея открыла свои тайны выяснилось что это фальс и время правления Ибн Тулуна чеканил он был в Египте в 258 году Хиджи что соответствует 871 872 годам нашего летоисчисления и это очень хорошо коррелирует с данными арабских письменных источников которые очень часто и много упоминают о городе Аль-Аллаки который является центром золотодобычи в Нубийской пустыне и этот город в общем не без всякого труда логализуется именно на территории памятника Драхи источники свидетельствуют о том что в 871 году было подавлено восстание Бэджи которые крайне болезненно относились к золотой лихорадке развернувшейся в Нубийской пустыне прибытии большого количества чужеземцев и переселению племен из Аравии на свою землю и вот они подняли в 850 году восстание разоряли поселки золотодобытчиков и даже доходили до Асуа но в результате карательные операции они были приведены к покорности после чего это как раз произошло где-то в 870 годах после чего в Нубийской пустыне опять начинается уже такая мирная золотодобыча которая прерывается не прерывается вплоть уже до где-то 12 века 12 века вот и у нас опять-таки рабочая гипотеза что как раз вот после подавления восстания из Каира присылается бригада архитекторов и строителей которые возводят по единому проекту как северную крепость так и южную крепость которая представляет собой укрепленный караван сарай и городище дело в том что многие архитектурные элементы которые прослеживаются в северной и южной крепостях прослеживаются и в частности это арки замечательные такие очень изящные качественно выполненные арки они прослеживаются во всех крупных зданиях и городища и крепостей и возникает ощущение что все это было сделано по единому плану в одно приблизительно то же время но это рабочая гипотеза которую нужно подтверждать вот второй иероскоп мы разбили у северо-западной стены крепости здесь как вы видите вот такие вот окна или бойницы и вот это вот странное отверстие но это не отверстие это окно причем оно очень хорошо оформлено здесь сверху лежат мощные такие плиты которые служат как балки для того чтобы значит служит выполняет функцию балок и находится она сейчас на высоте полутора метров но если вы учтете что вот это все наносной слой то изначально высота на котором находилось вот это окно условно говоря она конечно значительно выше рядом с этим окном была довольно большая куча грабительского выброса из вот помещений которые находятся за этим окном внутри крепости и мы решили его просеять разобрать для того чтобы получить информацию о значит материале о датировке который вот находится внутри этой крепости чрезвычайно важная и работа которая была нами выполнена в довольно суровых условиях то что касается вот разборки вот этой кучи графического выброса здесь было просто но мы решили и внутри помещения частично очистить его и это было конечно значительно сложнее потому что замкнутое помещение где ты дотрагиваешься до заполнения поднимается облако пыли в котором тебе предстоит работать но мы недолго там работали потому что это было несколько рискованно но получили прекрасный материал который позволяет нам надеяться во первых на то что мы в какой-то из сезонов обнаружим письменные документы вот эти вот 4 фрагмента бумаги с арабской вязью позволяют нам на это надеяться потом находка вот калама находка и много очень хорошей и совершенно большое количество керамики из совершенно различных регионов вот это вот сосуд прибыл из государства Макурия христианского на территории Судана вот это совершенно прекрасный образец стеклянной средневековой ближневосточной посуды бусы огромное количество тонкостенной стеклянной посуды такой изящной пряслица сделанной из кости острогал для игры декоративной железной накладки ключик и просто килограммы керамики очень интересный вот это вот керамика которая называется условно керамика восточной пустыни датируется шестым до шестым новой эры связывается с бреми так как она у нас была найдена средневековым контекстом это позволяет и расширить достаточно сильно границы ее бытования вот эта керамика которая уже говорила связана с христианским государством маркурия вот это черепок племной керамики из Египта в общем все это позволило на все эти находки позволили нам сформировать гипотезу рабочую гипотезу о том что северная крепость представляет собой не место где находился гарнизон воинский гарнизон сменявшийся а скорее укрепленный замок местного правителя потому что такая изящная посуда такое разнообразие керамики которые еще покажу предметы связанные с пребыванием женщин все это показывает что это скорее все таки укрепленный замок и подтверждение вот этой гипотезы является фрагмент из средневекового сочинения географа историка Япута алфавитный перечень стран который пишет о Аль-Алаке что это крепость в стране Буджа и пишет о том что значит там есть султан правитель этого региона по всей видимости золотоносного и скорее всего у него должен быть такой укрепленный замок и почему бы северной крепости не быть подобным укрепленным замком но повторю это пока только гипотезы вот мы постепенно двигаемся к концу но необходимо сказать о другом очень важном памятнике который мы начали копать в 18-м году и продолжили копать в 20-м это здание 3 на городище оно находится как вы видите в самом центре городище выходит своей главной стеной на дорогу которая разрезает городище на две части и это самое большое сооружение на городище 29 на 16 метров и оно как видно на вот этом снимке с дрона оно делится на две части приблизительно равные это крытая часть вот здесь мы видим завалившиеся колонны или столбы перекрытия и открытая часть наши коллеги итальянцы которые здесь работали в конце 90-х начале 2000-х они предположили что это церковь мы же считаем что это мечеть и те и другие в общем и наша итальянская точка зрения они имеют свои плюсы и минусы итальянцы считают что вот этот выступ это алтарная часть наша точка зрения о том что это мехрап та часть которая указывает направление на киблу на мекку и ровно на востоке вот эта вот стена она смотрит ровно на восток и прям вот строго на восток от этой кибла находится мекка да я вам показывал карту мекка прям вот строго к востоку от вот этой стены вот и другое подтверждение нашей гипотезы значит архитектура этого сооружения из истории архитектуры хорошо известен ранее форма мечети у которой половина была перекрыта и половина открыта для молящихся здесь же мы видим и значит такую пристройку где можно рассмотреть мы ее не расчищали пока но здесь и так видно восходящие по спирали ступеньки и таким образом вот этот пристройка может являться минарет вот снимок с дрона 2020 года значит в результате раскопка нам был вскрыт небольшой участок обнаружены завалившиеся фрагменты колонн и совершенно прекрасной сохранности пол который как мы изначально думали что это цемянка то есть это пережженный известняк но анализы сделанные проведенные в МГУ показали что это туф которым изобилуют местные горы и это настолько гениальное изобретение известняка понятно здесь нет а вот туфу сколько угодно а туф будучи перемолотый смешанный с водой и залитый дает абсолютно тот же эффект что и известняк превращается в прекрасный связующий материал на который можно класть каменные плиты сланца из которых сложены постройки и продолжены были раскопки в 2020 году был открыт небольшой участок открытой части здания 3 мы подтвердили свою гипотезу о том что этот пол тянется и дальше и покрывает все внутреннее помещение здания 3 вот я рассказал об основных объектах археологических которые находятся на территории памятника и теперь хотелось бы рассказать его этнографические части нашей экспедиции это изначально была моя идея изучать не только археологию но и этнографию дело в том что вот эти места где мы копаем в ибийской пустыне в районе 22 параллели населяют племена бэджи среди которых выделяются племена абабда проживающие в основном на территории Египта Бишарин и вот территория которой мы сейчас говорим это как раз территория проживания Бишарин потом Дендова Бану Амир входят в представлять себя бэджи но именно Бишарин который обитает в окрестностях нашего памятника представляет особый этнографический интерес так как они наименьшей степени затронуты влиянием цивилизации несмотря на то что конечно же они постоянно вынуждены контактировать с старателями но степень их скажем так европеизации и она сильно меньше чем например на территории Египта где бэджи давным-давно ввлечены в туристический бизнес и изучать там этнографию абсолютно пустая трата времени а здесь это благодатнейшая задача и этим собственно мы начали заниматься ну вот несколько фотографий замечательных нашего плевого фотографа Кирилла Самурского который надо сказать принадлежит большинству фотографий которые я сегодня демонстрировал занимается бэджа традиционным хозяйствованием это значит скотоводство в их стаде доминирует козы небольшом количестве овцы и верблюды вот с такими палками они ходят целый день от акации к акации расстилают коврик и стрясают вот этим вот крюком с акации зеленые листочки для накорма скоту живут они вот в таких вот не знаю даже как называется лагеря деревни которые разбросаны по всей восточной пустыне и опять-таки являются памятниками являются объектами которые необходимо пристально образом изучать говорят они на своем языке табидауи с кушитской группой языков некоторые из них немного понимают по-арабски но в основном все-таки они говорят на своем языке вот как вы видите их жилищие не отличаются по строению по строению по архитектуре вот это вот значит хижина для приема мужчин гостей а вот эти вот уже собственно жилые дома где живут женщины дети которые не выходят когда к лагерю приближается чужеземец или мужчина из другого из другого из другого лагеря из другой семьи вот таким образом они добывают воду и в 2020 году мы совершили первые пока довольно робкие попытки наладить с ними контакт в московском государственном университете сформировалась группа по изучению бэджа бэджа у нас в стране никто не занимается это только предстоит еще создавать с нуля вот но сделано уже достаточно много в организационном плане между МГУ и университетом Порт-Судана был подписан договор о сотрудничестве почему Порт-Судана потому что ну во-первых это столица провинции в которой мы работаем во-вторых в университете Порт-Судана существует институт изучения бэджа с которым мы и планируем наладить теснейшие связи потому что нам нужен конечно их опыт их знание и в частности их знание языка потому что без знания языка с одним арабским делать в общем особо нечего вот и заключение фотографии которая показывает всех участников экспедиции сезона 2020 год года здесь и представители Крыма значит архитектурного заповедника Неаполь Скифский Юрий Павлович Зайцев и представители Вастфака Санкт-Петербургского университета вот Игорь Вячеславович Герасимов вместе со своим аспирантом крупнейший специалист по средневековому и современному Судан Наталья Майкиева преподаватель египетского языка Федор Гордеев из МГО который решил посвятить свою жизнь изучению БЭДЖа представитель Берлинского музея Суджа Чандраси Каран Кирилл Самурский автор прекрасных фотографий Викторий Ермолович из Российской Академии наук специалист по керамике Дмитрика Константин Карганов из имени Пушкина и военный топограф Евгений Семенов и наши доблестные провожатые которые значит ехали с нами туда и обратно храняя нас от всяких неожиданностей вот и водители это тот состав который покидал в 2020 году Дарахи и на этом я наверное закончу и хотелось бы посоветовать вам подписаться на страничку в фейсбуке там масса материала по нашей экспедиции мы регулярно обновляем там есть и новости о Суданске египетской археологии поэтому подписывайтесь и следите и благодарности тем людям которые тем людям и организациям которые помогли и помогают нам проводить наши исследования в Судане спасибо спасибо за внимание субтитры